Добрый вечер. Это программа «Археология» Финам-ФМ 2004 в Москве. Это Сергей Медведев. Ну что ж, в новостях мы узнали, что молельных комнат в школах не будет, но большой вопрос, не нужно ли нам будет всем венчаться для того, чтобы брак считался полным и законным, и полноценным. Говорим мы сегодня о семейной политике, о новой концепции семейной политики, которая была представлена уже достаточно известным депутатом Мизулиной. Вы знаете, вспоминается такое археологическое воспоминание, археологическое воспоминание из 80-х, что ли, годов, о том, что, когда вот это был куть Ленина, еще 70-е, 80-е, что предлагалось мыло по ленинским местам, предлагалось пиво под названием «Ленин в разливе», и в том числе предлагалась трехспальная кровать под названием «Ленин с нами». То есть мы как бы так рефлектировали тогда по поводу вмешательства государства в частную жизнь граждан. И вы знаете, мне кажется, что вот эта вот трехспальная кровать «Ленин с нами», государство с нами, оно может вернуться в нашу жизнь. По крайней мере, на это как бы намекает концепция семейной политики, которая была представлена обсуждением и вызвала очень оживленную общественную дискуссию. Вот давайте об этом обо всем сегодня поговорим. У нас в гостях Елена Рождественская, профессор кафедры анализа социальных институтов факультета социологии Высшей школы экономики. Добрый вечер. Добрый вечер. И Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. Вас эта концепция удивила? Это что-то новое, вот учитывая тот общественный резонанс, который она вызвала? Ну и да, и нет. Мы же живем в одном обществе, и общий, скажем так, курс на неоконсервативные ценности, он достал и семью. Он достиг и семьи. Поэтому, конечно же, неудивительно, что она появилась. То есть в одном контексте. Закон Димы Яковлева, да, закон о гомосексуальной пропаганде. То есть это как бы следующее. Конечно. И вот этот общий тренд, он говорит нам о том, что государство, вообще-то говоря, решило сильно вмешаться в разнообразие социальных ценностей и заменить их юридическими. Хотя мы прекрасно понимаем, что большой разрыв между социальными и правовыми нормами обеспечивает обществу развитие. Если мы поставим такие заборчики и рамки, то прежнее разнообразие создаст колоссальное напряжение. И вот под этой крышкой этого котла может, в общем-то говоря, выплеснуться очень разные вещи. Надо ли это? Вообще, вот я пытаюсь понять, и главный вопрос, который я хочу в этой передаче поставить, и нам всем об этом подумать. Насколько государство вообще может вмешиваться вот в эту сферу? В сферу частной жизни, в сферу интимности, в сферу семейной жизни. Ведь да, ведь у нас, скажем, перед глазами есть примеры сопредельных успешно развивающихся стран. Вот тот же Китай, например, да, сколько лет он проводил политику, да, одна семья, один ребенок. То есть мы видим, что государство берет на себя вот эту регулятивную функцию. Павел, вот с политической точки зрения, да, насколько это правильно? И насколько это возможно, так скажем, в обществе, называющем себя современным, либеральным и демократическим? Вы знаете, я думаю, что необходимость государственного вмешательства, она объективна по одной простой причине. У России сейчас наблюдаются очень серьезные демографические проблемы. То есть к началу 90-х годов был завершен демографический переход, когда смертность превысила рождаемость, и мы банально сейчас вымираем. По крайней мере, большинство народов, населяющих Россию, за исключением, скажем, такого региона, как Северный Кавказ, некоторых других регионов. Соответственно, под угрозой оказывается национальная безопасность государства, наши границы. Потому что одно дело на нашей территории, скажем, 140 миллионов проживает, а другое дело будет проживать 100 миллионов. А такой вопрос, а нам нужно больше людей? Вот люди — это что? Это ресурс государства, и государство хочет просто приумножить, вот скажем, свои разведанные запасы нефти и приумножить также запасы людей. Это как? Знаете, люди — это элемент государства. Конечно, любое государство должно работать прежде всего для людей. Не во имя каких-то абстрактных идей, но для людей. Ну да, то есть не люди для государства, а государство для людей. Да, да, но следует понимать, что вот у нас, например, сейчас в некоторых субъектах федерации, богатых природными ресурсами, наблюдается такая тенденция к сепаратизму. Они говорят, а давайте мы перестанем Москву кормить, и вот мы там трехмиллионный какой-то субъект федерации, мы вот все эти деньги, которые идут в Москву, будем себе забирать, отделимся. Но следует понимать, что пока есть 140-миллионная страна с каким-то ядерным потенциалом, нас не прилетят демократизировать, потому что опасаются. А если, скажем, будет трехмиллионный какой-то субъект федерации, то сразу эти природные ресурсы, они пойдут не на пользу жителям, пролетят сразу демократизаторы, и все эти природные ресурсы изымут в пользу цивилизованной части человечества. А вы считаете, что это реальная угроза, что если будет мало людей населять нас, то нас тут же придутся бомбить и отнимать ресурсы? Ну, естественно. Другое дело, что этот процесс будет не через пять лет, демография это вещь очень во времени протяженная, но в то же время она обладает колоссальной инерцией. То есть вы поддерживаете, Павел, вот эту точку зрения, извините, прерву, но я попытаюсь понять, что население, количество населения чисто количественном смысле является... Не только, в качественном, конечно, тоже. Хорошо, в качественном тоже. Вот здесь мы сейчас говорим о рождаемости, да, это же прежде всего количественная величина, является неким государственным ресурсом, которое нужно нам для обеспечения национальной безопасности. Да, опять же, в интересах граждан, да, то есть, чтобы те природные ресурсы, которые принадлежат стране, они, скажем, шли на пользу граждан. А почему в интересах граждан? Ведь, смотрите, есть ограниченный ресурс природный, есть количество граждан. Чем меньше будет граждан, тем больше достанется каждому гражданину в будущем, меньше людей на большее количество ресурсов. Я уже приводил пример некоторых субъектов федерации, сепаратистски настроенных. Если я говорю, есть 140-миллионное государство с каким-то ядерным потенциалом, то это государство может обеспечить себе суверенитет и делать так, чтобы эти ресурсы взымались, ну, в идеале, в пользу граждан. Понятное дело, что элита тоже свою руку накладывает на это все, перераспределение там не очень справедливо, но, тем не менее, граждане этой страны пользуются. Если трехмиллионные государства, то будут пользоваться не граждане этой страны, а, скажем так, цивилизованное мировое сообщество, которое найдет предлог, как в Ираке, для того, чтобы, скажем, прийти и установить свои правила. Поэтому демография решает все и в истории, и в политике. То есть можно отгородиться от мира железной стеной, можно каким-то оружием ощетиниться, но, посмотрите, как бы всегда побеждал тот народ, численность которого росла. Почему вот Россия в последние 400 лет, она, скажем, стала субъектом мировой политики? Потому что последние 400 лет это был всплеск рождаемости среди русских. То есть с численностью несколько миллионов или 10 миллионов человек численность русского населения выросла до нескольких сот миллионов. Позвольте, Павел, в день 400 лет у нас все-таки было аграрное и индустриальное общество, были совершенно другие демографические модели, если мы будем проецировать 21 век и плодиться как саранча и рождать как в христианских семьях по 10 детей, из которых там будут сколько-то умирать, сколько-то обеспечивать. Нет, нет, не получится. Другое общество, другое общество. Но у нас есть пример других стран, где демография, в принципе, по крайней мере, обеспечивается воспроизводством населения. Я понял вашу точку зрения. Демографическим переходом грядет не за горами и третий, а он будет основан, как нам говорят социально ориентированные демографы, на регулированном потоке миграции. И потребности столь высокой рождаемости уже не будет. Если Россия, если мы исходим, что Россия это многонациональное государство, то ассимиляция, культурация потоков мигрантов, это, в общем-то говоря, вполне достойная перспектива. И, может быть, как раз стоит перенаправить потоки инвестиций в эту область, а не, скажем так, не плодить бесконечные пронаталистские усилия, которые явно уже не увенчаются успехом. А примеры европейских стран это нам показывают. Нигде, в общем-то говоря, монетарные средства стимуляции пронаталистских политик не были, скажем так, долгосрочными. Даже знаменитые Скандинавия и Швеция, они фактически имели только десятилетний бэби-бум, который затем закончился возвратом к ближним позициям. Да, я вот соглашусь тоже с Еленой, мне кажется, сейчас в 21 веке говорить о таких количественных показателях, когда нам просто нужны люди, чтобы заполнять нашу гигантскую территорию, ну это какое-то, я не знаю, мышление 16-го века. Не просто заполнять, а, скажем, эти люди должны быть вовлечены в экономику. Так а где, понимаете, если на уровне тех, так сказать, невеселых темпов экономического роста и того социально-экономического развития, которое сейчас показывает Россия, нам ставить такие пронаталистские задачи, у нас просто будет больше людей с более низким уровнем жизни. Россия себя консервирует в качестве страны третьего мира, которая делает упор на рождение детей, на занимание и удержание собственной территории, и сваливается в те самые модели, которые нас, собственно, последние 500 лет как-то и позиционировали в мире. Извините, просто здесь была ссылка на европейский опыт, на опыт ассимиляции, но если посмотреть на тот же европейский опыт, то ассимиляции же нет. Посмотреть на Европу не ассимилируются мигранты. И самое главное, вот Россия по своим демографическим характеристикам и по характеристикам территориальной организации пространства, да, то есть урбанистическая страна, мы на самом деле по этим фундаментальным показателям отстаем от Европы лет на 10-20-30, поэтому мы можем учиться на европейских ошибках. Ну а почему ошибки, почему ассимиляции не происходят? В Европе ассимиляция... Ну это вы знаете, мне кажется, есть такая российская мифология, которая называется «в Европе провалилась политика мультикультурализма». Я, как человек, достаточно часто бывающий в Европе, должен сказать, что это вот, мне кажется, сидят читатели российских газет и друг друга кормят вот этими байками. «Прекрасно я могу пойти в Берлине, поесть у турок донер-кебаб, прекрасно в Париже я могу проехать, так сказать, пойти на какой-то концерт арабской музыки». Да, существуют эти, так сказать, какие-то анклавы, но это совершенно часть нормального развития цивилизации, в том числе изменения демографического баланса. И вы знаете, если в Европе кто-то бьет тревогу по поводу изменения этого демографического баланса и то, что вымирает французская нация, то эти люди в основном фашисты. Вот. И вот, честно говоря, такой вот биополитический фашистский дискурс о том, что русские вымирают, и нам нужно больше, так сказать, рожать русских людей, чтобы одержаться на плаву в глобальном мире, не знаю, меня, честно говоря, пугает. Пугает ли он наших слушателей? Позвоните нам в студию по телефону 65 10 99 и 6 и скажите, должно ли государство вмешиваться в семейную политику? Должно ли государство вмешиваться в частную жизнь с тем, чтобы продуцировать все больше русских детей? Андрей. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. У меня два коротких комментария. В провале политико-мультикультурализма в Европе говорят с высоких трибун. Первым сказал Кэмерон, за ним повторял и Меркель, по-моему, Сарказит уже отметился, так что это не маргинальная точка зрения, и при чем здесь фашизм? Дальше, значит, второй тезис. Что касается рождения и заполнения пространства, разумеется, просто ради того, чтобы заполнить, скажем так, вакуум народом, смысла в этом большого нет. Это не современно. Но с точки зрения рынка, емкости рынка, ведь определенные виды производства невозможны без определенной емкости рынка. Все страны, развитые в промышленном плане, они все стараются объединять свои потенциалы. Вот посмотрите, пожалуйста, Евросоюз, вот смотрите, вот сейчас они, например, будут Атлантический делать союз свободной торговли. Андрей, вы мне поясните, с точки зрения хорошо, с точки зрения заполнения, это все равно, так сказать, заполнение некого пространства, будь то территориального пространства или рыночного пространства людьми. То есть вы хотите сказать, что нам... Это, если мы рассчитываем на развитие какое-либо, значит, экономическое, то мы не обойдемся без людей. Но еще раз, Андрей, чтобы я понял ваш способ мышления. Люди — это ресурс, который нам нужно увеличивать, так? Люди, безусловно. Люди определенного цивилизационного, не чуждого нам плана, да, это ресурс. Это если мы хотим определенную сделать... То есть нам надо с рыночными целями заняться деторождением? Ну, это... Здесь много всяких аспектов, но политэкономию нельзя сбрасывать за счет. Это основа вообще выживания государства. Понятно ваша точка зрения. Спасибо, Андрей. Михаил на линии. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. В детстве и важную дискуссию ведете. Но я удивлен, что вот ведущий, он как-то склоняет к тому, что да пусть этот хаос, да пусть эта рождаемость падает, а смертность увеличивается и так далее. Нет, я, кажется, такого не говорил. Зачем вы передергиваете, Михаил? Я не говорил, что пусть смертность увеличивается. Я просто не хотел, чтобы людей рассматривали как щенков, которых разводят на, так сказать, для рынка или для территории. А никто их так и не рассматривает у вас в студии. Я не вижу, что кто-либо так, как щенков, их рассматривал. Ну почему же? Государство так рассматривает. Давайте разводить собак, давайте разводить людей. Нет, нет, давайте мы как раз бродячих собак всех уничтожим. Ой, Михаил, вот тут... А вы их как будете уничтожать, бродячих собак? Ну, каким-нибудь наиболее гуманным способом. А, то есть собак, собак... Например, сейчас кастрация производит, так далее. А, нет, ну кастрация. Бродячих, я и говорю бродячих. Понятно, понятно, Михаил. Даже смерть одного ребенка толпа бродячих собак не заслуживает жить. Так я про другое хочу сказать. Ну, Михаил, вы знаете, как-то я вот насчет этого самого... Я вас отключу, потому что разговоры у нас как раз были о Догхантерах и так далее. Как-то вот не надо было вам о собаках говорить и вмешиваться в вот эти вот достаточно тонкие темы. Сравнивать собак и людей. Неожиданно горячая дискуссия у нас завязалась в студии Финам. Мы еще даже, так сказать, не вышли к содержательному разговору по поводу необходимости, собственно, параметров семейной политики. Но это очень интересно. Многие на линии, многие звонят. Мы постараемся ответить на все ваши звонки. Телефон студийный 6510-99-6. Звоните и скажите, должно ли государство вмешиваться в частную и интимную жизнь? Должно ли государство стимулировать деторождение? Должно ли проводить пронаталистскую политику? 6510-99-6, код Москвы 495. Мы вернемся после перерыва. И снова добрый вечер, программа «Археология» в эфире. Говорим сегодня... Мы, знаете, назовем вещи своими именами. Назовем вещи «Биополитика». Вот у Мишеля Фуко был, который, собственно, является отцом названия нашей передачи «Археология». Так вот, у Мишеля Фуко был цикл «Лекция о биополитике». «Биополитика» — это когда государство распространяет свой суверенитет в область интимных частных отношений. В частности, когда оно начинает говорить гражданам, что надо рожать детей, надо делать то, не надо делать этого. «Биополитика» — это закон Димы Яковлева, который запрещает иностранцам усыновлять русских детей. «Биополитика» — это череда региональных и федеральных законов о пропаганде гомосексуализма. «О запрете». «О запрете пропаганды гомосексуализма». Ну, вы знаете, собственно, эти законы, я думаю, даже больше пропагандировали, чем запрещали гомосексуальность. «О криминализации, стигматизации целого меньшинства, сексуального меньшинства». И, в частности, сейчас идет обсуждение концепции семейной политики, предложенном депутатом от «Справедливой России» Мизулиной. И мы обсуждаем здесь в студии с политологом Павлом Саллиным, директором Центра политологических исследований Финансового университета, и профессором Высшей школы экономики Еленой Рождественской. Телефон студийный 651099,6. Звоните нам и скажите, должно ли государство вмешиваться в частную жизнь граждан и стимулировать деторождение, производство детей. А я что хочу пока спросить наших гостей? А насколько вообще возможно это? Насколько... Вы знаете, авторы концепции апеллируют к какой-то традиционной патриархальной русской семье. Но, кажется, современная Россия настолько модернизирована и не патриархальна в своих самых основах. Кругому то, что я вижу, огромное количество разводов, матерей-одиночек, различных, так сказать, видов, я не знаю, нетрадиционной семьи. Там у человека есть две семьи. То есть мне кажется, что наша семейная жизнь настолько далеко ушла от патриархальных моделей, по крайней мере здесь, в Москве, что говорить о каких-то вот таких вот утопиях, как рисует их Мизулина, что будет там по шесть человек в семье, там четверо детей, мам, папа, там же многопоколенная семья живут с бабушкой, дедушкой. Это из какой-то такой вообще утопии. Я не знаю, или я заблуждаюсь. Елена, что социология по этому поводу скажет? Вы знаете, социология нынче, как вы понимаете, разная. Но, тем не менее, есть небольшое количество достойных исследований, проведенных на репрезентативных выборках, которые можно бы сравнить с ситуацией в западных странах. Я имею в виду, прежде всего, РИДМИШ, то есть родители, дети, мужчины, женщины. У нас накопилась уже достаточно интересная эмпирическая база относительно постреформенной России, которая говорит о том, что общество стало разнообразным. Поколенческие и гендерные контракты, как определенного рода договоры между родителями и детьми, между мужчинами и женщинами в семье, они тоже стали разнообразными. И это вопрос в определенной степени выбора. Люди уже получили вкус к этого рода свободе. И то, что завоевано таким долгим трудом, и завоевано определенной политикой невмешательства государства в эту сферу частного, начинает защищаться как ценность. И как бы ретро, возвратное поступательное движение теперь, развернуть весь этот колоссальный корабль и привлечь женщин больше к плите и детям, мужчинам предложить исключительную роль кормильца в семье, пригласить церковь на освящение этого союза, и вообще-то говоря, обязать эти пары иметь детей в достаточном количестве, это, в общем-то говоря, от свободы выбора перейти к такому навязанному диктату. Согласитесь, это совсем другой разговор родителей с властью. Павел, вы здесь видите какую-то угрозу свободе и правам россиян в этой семейной политике? Я хотел бы сделать ремарку. Я сначала с этой концепцией познакомился через посредства СМИ. Но поскольку у нас СМИ, по крайней мере, в интернете доминируют либерально, у меня по отношению к ней сложилось отрицательное отношение. Потому что они зацепились за несколько либо пассажей таких очень общих пафосных, либо за какие-то достаточно сомнительные места, которые тоже существуют в этой концепции. Потому что, например, мне как юриста зацепилось по образованию, зацепился глаз за фразу, что семья это там между разного пола, но это брак, заключенный с целью рождения и воспитания трех и более детей. То есть, если два ребенка, то это уже не себя. Ну, такие есть вещи, но это как бы вопрос формулировок. Да, я не думаю, что это сознательная позиция авторов концепции. Это просто недоработка формулировки, потому что выглядит глупо, конечно. А если бы было вообще, скажем, брак, заключенный с целью рождения детей, вы бы согласились с такой формулировкой? Наверное, нет. То есть, стимулировать деторождение, я думаю, государство должно. Но вычеркивать людей, которые сознательно не хотят иметь детей из числа семьи, я бы не стал. Другое дело, что эти люди должны, скажем, нести какую-то, я думаю, материальную ответственность за отсутствие детей. Скажем, больше отчислять. Я вообще посторонник того, чтобы сумму пенсионных накоплений привязывать к числу детей. Чем больше детей, тем меньше отчисляясь на пенсию. Да, то есть, как бы, ну, это мы в сторону немножко ушли. Когда же я прочитал концепцию, да, вот, ознакомился, то, в принципе, я прочитал там процентов на 70 разумные вещи. То есть, во-первых, аналитическая часть, где есть статистика, она очень такая, достаточно проработанная. Ну, и что касается рекомендаций, там, ну, возможно, там, насчет роли РПЦ немножко передернут, да. Но в целом, то, что те меры, которые предлагаются, ну, на мой взгляд, они в большинстве своем разумные по стимулированию деторождения. И возвращаясь к моему вопросу, относительно... Нет здесь никакого вторжения в свободу. Ага, вы считаете, что нет относительно? Ну, процентов на 70 нет, там, я говорю, есть пассажи, которые вызывают сомнения. Понятно. 65, 10, 99 и 6. Должно ли государство вмешиваться в семейную жизнь? Наталья. Да, добрый вечер. Добрый вечер. Наталья, я с ним очень слушаю вашу беседу, и, к сожалению, я забыла, как зовут вот ваших гостей. Павел, Павел Салин и Елена, Елена Рождественская, да. Ну, вот, спасибо большое. Я полностью согласна с Еленой, и, ну, практически ни в чем не поддерживаю Павла. Вместе с ним и государство, как я понимаю. Я считаю, что есть, конечно, конечно, есть очень большое значение в том, какая рождаемость в стране. И это очень важно для этой страны. Но насаживать людям определенные правила игры и говорить даже с точки зрения благополучия страны о том, сколько детей должен рожать тот или иной человек, в данном случае и я, да, женщина, которая рожает, у меня двое детей, взрослых уже детей. И если бы сейчас я, предположим, стояла перед выбором жить в таком государстве или уезжать, я бы, конечно, уезжала. Потому что я очень не хочу, чтобы мне говорили, сколько детей у меня должно быть. Понятно. Ну, это ограничение свободы, конечно же. Конечно же, ограничение свободы. Если государство хочет, чтобы люди рожали, чтобы у них было помного детей в семействе, то начинать надо не с этого, а с экономической ситуации в стране. Согласен, да. Не с той, не с той, не с той стороны начинают. Абсолютно. Надо создавать стимулы из самой жизни, чтобы... Естественно. И потом, знаете, да, вот сейчас Павел говорил о том, что надо наказывать, ну, наказывать рублем тех, кто не желает завозить детей. Да, я согласна, в развитых странах это возможно сделать, потому что там уровень жизни другой. Ну, давайте поговорим о молодых семьях, которые живут у нас в провинциях, где доходы не такие большие, как в Москве. Мы же не можем равнять всю страну по Москве. 100 километров от Москвы и реальная зарплата, которую получает человек, не больше 15 тысяч рублей. Вот молодая семья, которая только что приняла решение совместно жить. Они поженились. У них еще нет детей. Мы их сейчас же сразу же будем наказывать рублем. Нет, об этом речь не идет вообще, что вот поженились, чтобы через год ребенок был. Нет, ну а если, скажем, даже через течение 15 лет они в 20 лет поженились, и им 35, они до сих пор не завели детей. Начинаются разные, так сказать, налоговые для них обременения за то, что у них нет детей. А потом, вы понимаете, ведь у нас очень много семей в связи с экологией и ситуацией, не то что в нашей стране, а вообще в мире, которые не способны завозить детей. Если объективная бездетность, это нет вопросов, конечно, по медицинским показателям, это другое. Ну, есть и психологическая непредрасположенность. Кто-то расположен рожать детей, кто-то нет. Все большее количество детей появляется и child-free, и семьи, которые не хотят иметь детей. Это фактически ущемляет интересы этих людей, свободу их выбора ради каких-то, так сказать, общественных интересов, за которые они не голосовали. Абсолютно. Наталья, да, спасибо. Вы действительно проблематизировали этот вопрос. Вы знаете, вот мне тоже сложно это понять. Помните меня правильно. Я не хочу здесь, так сказать, выступить таким уже абсолютным адвокатом дьявола и так далее. Но понимаете, с точки зрения общественного блага. Люди, скажем, вот семья, бедная семья. Да, вот взять, скажем, там, я не знаю, фильм Елена, да, Звигинцева. Это одна из проблем, которая там была поднята. Мы как раз это обсуждали. Есть очень простая семья, живущая на очень маленькие доходы, которые, однако, следуя культурному стереотипу и тому, что сейчас будет поощрять государство, рожают ребенка за ребенком. Одного, второго, третьего. Дети, так сказать, растут в ужасной промзоне, так сказать, там, за взятки покупаются им места в школах, отмазываются они от армии. В общем, все идет очень криво. Но, тем не менее, они рожают детей, они будут являться в будущем получателями вот этой вот государственной дотации. Так в чем они исполняют свой долг перед обществом? В том, что они, так сказать, плодят вот это вот, так сказать, социальное неблагополучие? В том, что они плодят бедность, реализуя собственные эгоистические интересы? Понимаете, деторождение, почему мы должны считать, что деторождение — это производство какого-то общественного блага? Это производство частного блага? Нет, давайте зайдем с другой немножко стороны. Это не какой-то недолг перед обществом, это прежде всего эгоистичный интерес. Вот мы в университете... Вот с этим я соглашусь. Вот в рамках моего центра финансового университета мы сейчас проводим исследования по социально-политическим последствиям реформирования пенсионного законодательства. Вчера предварительное заслушивание было, меня спрашивают, а вот вы лично, Павел, какой стратегии пенсионной придерживаетесь? Потому что там люди резанулы, я разделил, ну там, допустим, я заявил, что часть населения, больше 50% вождевенчески настроена, потому что не хочет участвовать в накопительных системах. Мне спрашивают, а вы лично какой стратегии придерживаете? Я говорю, ну поскольку мне до пенсии там почти 30 лет еще осталось, то я считаю для себя единственной правильной стратегией — это родить как можно больше детей, ну в разумных пределах не 15, а 3-4, как можно больше детей и вложиться в их образование и прочее, чтобы в старости они тебя содержали. Потому что через 30 лет в России с учетом демографии не будет никакой всеобщей пенсионной системы, ни распределительной, ни накопительной, ни смешанной, никакой, понимаете? Сейчас к этому идет Европа, идем к этому мы. А кто это может гарантировать, что они вас в будущем будут содержать? А вот в том-то идем, мне говорят... Понимаете, что вы как король лир не окажетесь? Нет, мне просто сказали, говорят, а вот у вас стратегия, которую вы описали, она тоже деменческая, потому что вы хотите сидеть на шее у детей. Я говорю, нет, это стратегия инвестирования, потому что не просто, как вы говорите, платить нищету, родил и все, и еще от государства какие-то деньги за рождение. За рождение ребенка ты плачешь, дома все платные или официально или неофициально, за детский сад ты плачешь, взятку или это, за школу, за вуз ты платишь, да? Причем ты должен воспитывать члены общества полноценного, как минимум, или как максимум представитель элиты. Ты сам думаешь, куда вкладывать деньги, куда его отдать в школу, в вуз там с учетом его, да? Это инвестирование в свое будущее, это не долг перед обществом, это абсолютно эгоистичная стратегия. И вот мы сейчас ссылаемся на Европу, но вы понимаете, что в Европе с учетом их демографических тенденций еще 10 лет, и вся социальная система рухнет. У них просто работать будет некому, потому что мигранты, которые не ассимилируются, они сидят в первую очередь на датации. Они рожают детей, они рожают, и дети сидят на датации. То, что вы описали, это стратегия мигрантов в Германии, во Франции. Это не стратегия мигрантов. Мигранты, в принципе, не делают, не инвестируют в своих детей. Они вот то, что вы описали, то есть они рожают и получают на них пособие. Это ежедневенческая позиция. Ну да, я имею в виду, да. А я описал совсем другую стратегию. Родить и воспитать полноценного члена общества, инвестировать в него ресурсы, время, деньги и все прочее. Чтобы этот полноценный член общества потом тебя содержал в старости. Павел, я согласен экономически, но такой эгоизм. А как себя должен чувствовать этот ребенок, который когда-нибудь услышит, что тебя произвели на свет ради того, что в тебя вложили деньги, и вот ты себя чувствуешь инвестиционным объектом? Нет, ну вы же не будете с ним договор подписывать. Фактически, да. То, что вы говорите, нужно подписывать. Нет, есть как бы долг перед родителями. Если родители тебе обеспечили образование, там все прочее, за тобой ухаживали, то на старости ты должен о них заботиться. Если ты про них забываешь, то ты просто не... Елена, к чему были все эти вообще столетия модернизации, создания нуклеарной семьи? Вообще, надо сказать, что нам сейчас явили очень интересный образец так называемой проинтификации, определенного рода инверсии заслуг. По большому счету, дети не могут вернуть свой долг родителям, но они могут это сделать косвенно, дав своим детям, то есть уже внукам этих первых родителей, все то, что получили сами. То есть таким образом между поколениями выравнивается баланс отданного и полученного. Но когда родители делают своих детей, скажем так, обязанными для того, чтобы вернуть инвестиции, это уже, простите, какая-то перверзия. Ну да, что вы скажете уже в старости, так сказать, он скажет, папа, я хочу там, не знаю, эмигрировать в Америку, уехать жить. Ты ему скажешь, нет, извини, я в тебя проинвестировал, вот школа, вот детский сад. Ну извини, тогда либо из Америки перешли, либо с собой меня забирай, думаю, родители. И еще я бы хотела, теперь совсем другой социологический аргумент. К тому сюжету о том, что мы очень сильно расслоились, то есть последнее исследование говорит о том, что по большому счету вот вклад в такое инновативное, скажем так, меняющееся брачно-матримониальное поведение, вот вклад, это в основном, скажем так, низшие слои и средний класс, но это процентов, наверное, 30, да. А вот прослойка, это как бы абсолютно индифферентная и вот, скажем так, очень удобный объект любых социальных семейных политик. Так вот, чем они отличаются, эти, скажем так, простые слои и средние слои? Вот как раз успешные, обремененные образованием люди стремятся к тому, чтобы дети стали побыстрее самостоятельными, оперелись и вылетели. И при этом не ждут от них благодарности и инвестиций впоследствии. А вот простые слои, они как раз делают своих детей заложниками этого. Это невероятно патриархальная стратегия. Разумеется. Это тот же самый, не зря говорил, 16 век и так далее. Но эти две группы, они самые активные, их слышно, их видно, они выступают как раз за изменения, но, как вы видите, по-разному. Поэтому объект политики может быть какой? Те, которые активны, они, пожалуй, и сами-то справятся. А вот три четверти населения, которое индифферентно, которое, скорее всего, хочет получать бонусы, субвенции, вообще пособия, но вот относительно их, исследования достаточно, скажем так, противоречивые. Чем больше монетарных пособий, тем больше людям их хочется. Ну да. И это бесконечный путь. Хочется сейчас услышать ваше мнение наших слушателей. Я вижу, что много уже дожидаются на линии. Еще раз озвучу наш вопрос. Должно ли государство вмешиваться в семейную жизнь граждан и стимулировать деторождение, как предлагает концепция семейной политики. 65 10 99 6. Телефон прямого эфира. Николай. Алло. Да, добрый вечер. Да, здравствуйте. Вообще-то, конечно, должно государство вмешиваться, но стимулировать деторождение должно как? Суственно, не законодательством. Государство должно понимать, что чем больше население, и чем население сможет в разной степени себя реализовать, тем больше эта нация богата. Оно, если государство просто плодит граждан для того, чтобы они айфоны, грубо говоря, собирали там на фабрике какой-то, то особенно смыслов такого нет, богатство. Китайские там... Согласен. ...и говорят о нем. Согласен, Николай. Очень хорошо. Именно такая вот действительно колониальная стратегия оптимизации. Да, понимаете, если у какого-то государства есть колония, то хорошо, что в этой колонии было бы больше людей, которые будут работать, которые тоже будут более емким рынком. То есть действительно мне кажется, что здесь есть ножницы между количеством населения и качеством жизни. Нравится нам это или нет. Вот. И вот сейчас нам предлагается, так сказать, инвестировать в первое. Инвестировать в количество людей, а то, что это может сказаться на качестве... И в качестве, конечно же, образования, здравоохранения. Качество как с интеллектуальной точки зрения, так с социальной точки зрения и с медицинской точки зрения. То есть мы должны быть образованными и здоровыми. Хотелось бы. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным, как говорится. Федор. Федор, слушаем вас. Алло. Да, да. Вы на линии. Зовут меня Артур. В эфире. А, Артур, да, извините, да, тут перепуталось. Я вот очень полностью согласен со всеми, с которыми ораторами, да. Ораторы-то разные говорили. Ну, да, понимаете, то есть в принципе это люди говорят правду. На самом деле в России нет социальной политики. Вот. Есть как бы... Если законом это обязать, естественно, мне очень приятно человеку, потому что у тебя государство, ну, как бы я, допустим, сам отец троих детей, да, являюсь многодетным отцом. Да. Люблю своих детей. Я для них буду делать все, что могу, пока Господь дал мне, допустим, здоровье, силы, знания, там. Выключите радио, Артур, там фонет у вас в бэкграунде. Все, я понял. Да. Понимаете, в принципе, есть, вот правильно говорили, там, 30% общества, которые могут содержать своих детей, могут как бы в них вкладывать, там, и так далее, и так далее. Но есть люди, которые этого не могут делать. Да. Вот этих людей должно государство поддерживать, а государство сильно своим народом. Вот вспомните, пожалуйста, все мировые войны. Россия всегда побеждала тогда, когда она была многонациональной, много... Ну, как бы... Многочисленной. Народонаселение было, количество людей. Вторую мировую войну, Великую Отечественную войну, я просто люблю историю очень, да, изучаю ее. В Великую Отечественную войну Россия, Советский Союз, выиграл за счет населения. Вообще, Артур, это страшно, то, что вы сейчас говорите. Это, я понимаю, что мы выиграли войну, но вот это именно то противоречие, понимаете, человеческого мяса, которое тоже сейчас предлагается производить, да, ради войны, против... Сколько людей Жуков клал, да, и сколько Эйзенхауэр. Эйзенхауэр, который отказался брать Берлин, потому что он сказал, что ему сказали, что это будет больше статей с жизней. И Жуков, который на Зиеловских высотах чуть не миллион положил людей. Понимаете, да, у нас это самое, у нас людей под танки бросали, как живое мясо. У нас перекосы, понимаете, у нас перекосы, как бы, положить людьми, мясом... Ну вот, да, да, я про это и говорю. Так вот, понимаете, когда говорим, что Россия, так сказать, не умением, а числом брала все мировые войны, вот эта вот апелляция к российской истории, к тем, какая мы были великая страна, потому что нас было много, меня, честно говоря, не убеждает. Но вам спасибо за звонок и... Вы поймите, Россия со своим, как бы, со своей территорией должна минимум быть 300 миллионов, как минимум. Ну что значит должна быть? А почему не 500 миллионов? Почему бы нам есть территорию, как японцам не заселить? Потому что, понимаете, если есть вакуум, если есть пустота, этот вакуум заполняет другой этнос. Господи, а какой Канада? Ну, я не знаю, ну, поймите, Артур, ну, что-то изменилось, мне кажется, в мировой истории за последние 500 лет, и нет больше задачи государству заполнять пространство людьми. Мы пока что даже не можем заполнить пространство, вот я тут недавно проехал по дороге Москва-Псков. Вообще, пространство наше пусто, туда это пустота, понимаете? Путин и пустота. Это абсолютно опустевшее, вымершее пространство, абсолютно вымершие деревни, Тверская, Псковская область и так далее. Какие люди? Куда их заполнять? Вот так все переполняется в Москве. Куда нам новых людей? Куда нам новое население? Где государство, которое будет обеспечить эту инфраструктуру? Я не знаю. 65, 10, 99 и 6. Должно ли государство вмешиваться в семейную жизнь? Позвоните, мы постараемся принять все ваши звонки. Сейчас у нас достаточно длинный период урыв на рекламу, но мы вас дождемся. И снова добрый вечер, программа «Археология». Говорим сегодня о семейных ценностях, о семейной концепции, о том вообще, что происходит с патриархальной семьей в современном мире и в России в частности. В гостях у нас Павел Салин, директор Центра политологических исследований Финансового университета, и Лена Рождественская, профессор Высшей школы экономики. Телефон студийный 65, 10, 99 и 6. Должно ли государство вмешиваться в семейную жизнь? Прежде чем возьму ваши звонки, вот несколько цифр приведу. Потому что вы понимаете, то, что предлагает сейчас концепция семейной политики, она, мне кажется, идет в разрез с каким-то социологическим трендом. Средний размер российской семьи, он не увеличивался в последние годы, он по-прежнему составляет 2,6 человека. То есть отец, мать и 0,6 ребенка в среднем на семью. Доля семей из 4 и более человек сократилась за последние 10 лет с 26 до 23%. То есть никаких подвижек в направлении старой семьи не происходит. И более того, Россия, по другим исследованиям, является одной из наиболее, так скажем, сексуально свободных раскрепощенных стран. Так что все эти разговоры о венчании, об отсутствии внебрачного и добрачного секса, о чем вы говорите, было произведено в России и по всей Европе компанией Durex, пока можно об этом говорить, пока у нас контрацепция не запрещена законодательно в стране. Так вот, глобальный секс-абзор они произвели. И россияне, они, в общем-то, одни из верхних позиций в мире занимают по количеству сексуальных связей. В среднем в течение жизни мужчины имеют по 28 партнерш, и женщины в среднем имеют по 17 партнеров в жизни. Вот, и вот на этом фоне разговор о том, что, так сказать, на фоне такой достаточно свободной, либеральной, толерантной нашей общественной жизни, да, сексуальной жизни общества, разговоры эти, мне кажется, достаточно абстрактными. Можно вопрос уточняющий? Просто вот, я, честно говоря, смотрел, может быть, я невнимательно смотрел концепцию, но там про запрет на добрачный секс или внебрачный секс вообще ничего не написано. И про то, что только венчание, как бы, браком признаются, тоже нет. Там есть, да, попытки стимулировать официально зарегистрированный брак, то есть не обязательно церковный, но зарегистрированный в ЗАГСе, это и есть. Но запрет на добрачный, внебрачный секс, этого нет там. Ну, это было во многих комментариях и в той роли, которая, так сказать, в церковных комментариях. Это вот как я, когда я сначала читал через СМИ, у меня сложилось впечатление, что этот документ абсолютно вот такой какой-то патриархально агрессивный. А после того, как я прочитал сам документ, то у меня к нему остаются вопросы. Ну, понятно. Но, тем не менее, там, по-моему, очень много по делу написано. Я понял, Павел. А вот если читать только СМИ, то, да, действительно, впечатление складывается. Нет, ну, послушайте, я не только читаю СМИ, я слушаю выступления наших церковных иерархов, которые берут на себя все большее... Нет, нет, я сейчас не про концепцию говорю. Я говорю про общую общественную атмосферу, про те дискуссии, которые были в Госдуме. Да, Елена. Я могу отреагировать. Да, этого здесь нет. Но, коль скоро идет возврат консервативным традиционным ценностям и влиянию церкви, и, соответственно, это вмешательство в частную жизнь будущих партнеров подтащит и запрет на добрачный секс. Это системная конструкция. Поэтому нельзя сохранить либерализм в сексуальной сфере, но при этом традиционно церковные ценности. Они взаимоисключаются. Здесь, да, вы понимаете, тот же вот Мишель Фуко, он всегда говорил, что, собственно, атака на свободу, на ограничение человека, она вот эта вот репрессия, она начинается там, в сексуальной сфере. Вот, и то, что мы видим сейчас, ведь, понимаете, почему, скажем, такой идет сейчас дискуссия так горячо по поводу гомосексуальности. Дело не в том, что как-то особо, какой-то особой силой обладает гомосексуальное лобби. А дело в том, что репрессии в сфере сексуальности, они гораздо больше, так сказать, более чувствительны, больше бьют по всему комплексу свобод человека. Потому что это вмешательство в то, что уж кажется абсолютно является интимным и неприкосновенным в человеческой жизни. 65, 10, 99 и 6. Анна. Да, я как бы мама двух детей, работающая, и вот в Москве живу, хотела высказать на эту тему свое мнение. Мне кажется, что есть возможность и государства, и общества как бы помогать, так скажем, семьям, имеющим детей, но именно формирование, так скажем, среды, которая бы благоприятствовала воспитанию детей. Мы как бы очень много с детьми путешествуем по Европе. И вот, например, в Швеции меня поразили, там в электричках есть специальные вагоны, которые съездят игровую комнату. Вот чем будет им, как бы, вообще на самом деле воспитание детей это труд огромный, но это прекрасная радость. И чем будет больше культивироваться в обществе именно положительные отношения, причем именно интерес, именно вдумчивое отношение к воспитанию детей, тем, возможно, больше людей именно образованных будут, ну, как бы, решаться на рождение ребенка, потому что это, ну, бесценный, очень такой потрясающий даже личный опыт, да, то есть это, ну, невозможно ни с чем сравнить. И чем больше будет, может быть, каких-то фильмов, да, помощи там каких-то детских садиков, причем разной формы собственности, и маленьких частных садиков, может быть, у государства есть возможность предоставлять им там арендные какие-то площади на льготных условиях, какие-то льготные каникулы, да, то есть нужно сделать... Да-да, согласен абсолютно. Чтобы не было давления, но именно было в обществе как бы интерес, да, чтобы вот эту женщину с детьми, она не расценивала вот это вот воспитание детей как некое... Нет, ну, а на Западе, смотрите, сколько везде женщина может пойти с ребенком на Западе, да? Всюду мы видим, причем не обязательно в коляске с этим, со слингом, на концерт классической музыки, там, куда угодно. У нас зашикают тут же, привела ребенка. Совершенно верно, чтобы вот было, приветствовалось, да, чтобы какие-то были как можно больше спортивных секций, там, причем, вот опять же, они могут быть бесплатные и бесплатные. Ну, понятно, да, Анна, понятно, очень... Да-да-да. Да, это как бы первый мой поинт, а второй поинт, я тоже просто... Коротко, пожалуйста, потому что для поинтов у нас очень мало времени, да. У них такая есть возможность женщинам работать там три-четыре раза в неделю, то есть у них как-то стимулируются работодатели, предоставляют возможности работы, ну, как бы не полную неделю, а несколько дней в неделю. Не, ну, а в Швеции дается отцам же отпуск по уходу за ребенком точно так же. Да, и вот следствие, о чем я хотела сказать, что очень важно, что воспитание детей, это не только женщины, и вот мне кажется, это неправильно сказать, вот вернуться в патриархальной семье, а наоборот, что воспитание детей, это такая же обязанность мужчины, причем самого маленького возраста, да, вот ребенок, он должен точно так же вот чувствовать запах своего отца, и вот даже когда глаза подержают ребенка, да, его сразу кладут сразу к папе, да, потому что этот ребенок, он должен как бы видеть, если мужчина вложит вот свои силы, свое время, да, в этого ребенка, он вряд ли как бы, ну, меньше вероятность, что он эту семью оставит, да. Понял, Анна, да, спасибо, спасибо уже очень, я тебе вас, так сказать, Остапа несло, но очень-очень-очень хорошо сказали, все верно, вы знаете, я, так сказать, не побоюсь рекламы, потому что я считаю, что очень многие правильные скандинавские социальные модели происходят у нас от Икеи, да, вот скажем, в Икее вы приходите, и есть комната для игр с детьми, сразу на входе, где специально обученные сотрудники, да, бесплатно хоть в течение 12 часов будут с вашим ребенком заниматься, вот модель, как это должно сделаться, да, вкладывать не в то, чтобы, так сказать, ну, вы понимаете, что я имею в виду, да. Я не хочу вступать адвокатам, но целая страница есть как раз посвященная тому, что эти игровые площадки должны как можно распространены быть, как можно более широко, 2% от коммунальных платежей должны идти на обустройство детских площадок вот там непосредственно в ТСЖ и все прочее, на целую страницу расписано. Понятно, хорошо. Ну, можно я добавлю? Разумеется, это там есть, но, и скажем так, за этой концепцией стоят несколько таких очень интересных риторических мифов нашей семейной политики, там, типа «Золотой век» национальной русской семьи, равенства возможностей. Но это касается тоже равенства возможностей, только публичной сферы. Вот игровые площадки, вот участие родителей, да. А вот внутри семьи это равенство возможностей фактически никак не дебатируется и в этой концепции не учитывается. А то, что в данном случае женщина несет груз этих, этого контракта и работницы, и матери, и ей как раз в этом нужно помогать и вовлекать, и демонстрировать формы привлечения отца в эту сферу и участие в этой сфере, чтобы это было действительно равенство возможностей, вот нам концепция почему-то ничего не говорит. Здесь, да, в России... Здесь согласен, это замечание, на мой взгляд, объективное. В России огромный, конечно, перекос в этом отношении есть, что отцы не участвуют в воспитании детей, когда, как шутят, что у нас ребенок, как правило, воспитывается в однополой семье, мама и бабушка. Вот, так что такая типичная российская ситуация. 65, 10, 99, 6. Андрей на линии. Алло, здравствуйте. Да, добрый вечер. Я вот слушаю уже передачу «Ваши минут 10», наверное, и позицию Павла, по-моему, ни один звонивший не поддержал. У меня, во-первых, естественно, по-моему, уже для всех, что кнутом заставить рожать, ну, не заставишь, то есть только пряником, а пряник это все-таки социальные блага и удобства для жизни. Еще, мне кажется, все-таки очень важно равенство перед законом, потому что этого пока нет, и пока этого нет, у нас беспорядок полный там в садиках. Например, у меня маленький ребенок сначала ходил в платный садик, потом пошел в бесплатный. Пока мы выбрали свой бесплатный садик, мы пересмотрели несколько нянечки плохо разговаривают по-русски. То есть, ну, по-моему, в Москве. Ну, да, понятно. Это очень серьезно. И еще, поначалу, когда начал дозваниваться, у меня даже было такое ощущение, что иногда нам какие-то новости какую-то выкидывают, и, ну, создается впечатление, что под этим соусом что-то более серьезное делается. Ну, не знаю, понятно объясняю или нет. То есть, что-то, против чего практически все общество восстает, потом это вроде как замалчивают, изменяют. А вот в это время что-то происходит такое, что... А, ну, понятно, для отвлечения, для отвлечения глаз. Как закон Дима Яковлева, да. У меня есть идея, что это было так, но чем больше я слушаю, тем у меня ощущение, что это серьезно. Ну, по-моему, это дико. То есть, заставить людей рожать невозможно. Создавайте социальные блага. Делайте жизнь удобными, города удобными для жизни. Да, спасибо. И вот, можно у меня ремарочка по поводу звонка? Потому что, по-моему, слушатель не понял мою позицию. То есть, я ни в коем случае не говорю, что нужно... Просто вот ваша позиция, что государство вообще не должно стимулировать рождение, да, потому что это вмешательство в частную жизнь. Моя позиция, что государство должно стимулировать рождаемость, но ни в коем случае не с помощью кнута, да. То есть, нельзя в законе прописать, что ты должен иметь трех детей, иначе будет плохо. Да, то есть, естественно, стимулировать с помощью позитивных каких-то благ, да. То есть, моя позиция, государство должно стимулировать рождаемость, ни в коем случае не с помощью кнута. Вот и все, я просто поясню. По-моему, слушатель меня не совсем правильно понял. Что касается поддержки моей позиции, по-моему, только из всех звонивших, только одна женщина резко высказалась против нее. Первые два звонка были, как бы. Ну, был, да, был там звонок, который первый такой, все, насчет собак. Не стали мы тут дебатировать. Ну, вы знаете, вот прав последний позвонивший, Андрей, в том смысле, что здесь есть как-то сначала некое подозрение, что это, как говорил Горбачев, нам тут подбрасывают, да, чтобы отвлечь внимание от чего-то более существенного. Но я думаю, что здесь не подбрасывают. Нет, не подбрасывают. Закон Димы Яковлева — это чисто информационная спецоперация. Когда у нас отвлекали внимание, когда принимали закон о капитальном ремонте и все прочее, вместо того, чтобы выступать против того, что бьет по карману граждан, там, стояли и выступали против закону Димы Яковлева. Но если бы это было так, Павел, если бы уже не начали умирать дети, которые пострадали от закона Димы Яковлева, у которых были приемные американские родители, у которых не дали поехать в Америку, и сейчас они успешно... Цель тех, что будировал закон, да. Отличь внимание от законов, которые бьют по карману граждан. Есть, я соглашусь с вами в этом. Кстати, семейных вопросов, то нет, да, я тоже соглашусь с вами. Но в целом, вы знаете, мне кажется, нельзя не видеть вот этого вот тренда нового российского государства, третьего путинского срока на биополитику и на... Ну, понимаете, здесь это вот политологически, вам как политологу тоже это должно быть понятно. Надо вспомнить, кто, собственно, занимался биополитикой. Это гитлеровская Германия, где был культ семьи, где был культ арийской женщины, где был культ деторождения. Это Сталинский Советский Союз, страшный семейный кодекс 44-го года, да, по которому была криминализация абортов, по которому о разводах сообщалось в газетах, по которому только в 60-е годы это от всего начали избавляться. Сколько криминальных абортов, сколько, так сказать, советским людям не была доступна контрацепция. Вот, производили тех самых детей, которых потом маршал Жуков клал и под Москвой, и на Зиеловских высотах. Это современные Соединенные Штаты, одноэтажная Америка, где тоже культ семьи, да, посмотрите. Нет, я ничего не говорю. Счастливая многодетная семья везде, в рекламе, там, два ребенка минимум, все улыбаются, счастливые, тоже культ семьи. Нет, это так, но в любом случае это тоже в данном случае, вот опять-таки апеллирую к авторитету Фуко, вот эта вот биополитика, это черта очень во многом таких фашистских обществ. В данном случае в СССР мы очень долго освобождались от сталинского наследия, вот этого вот биополитического, а к тому, что пришли к современной модернизованной семье. Ну что ж, друзья, я благодарю вас за участие в этой дискуссии, она вышла очень жарко, и мы не совсем были согласны, но мне кажется, что вот здесь мы попали в какую-то болевую точку нашего общества. Спасибо всем, кто позвонил, спасибо, извините, тем, кто не смог пробиться в эфир. Благодарю наших гостей, Павел Салин, Финансовый университет, Елена Рождественская, Высшая школа экономики. Ну, от себя скажу, что семья, как и дети, это все-таки предмет выбора необходимости, и главное не количество детей, а качество жизни. Спасибо, программа «Археология», доброй ночи.